Всем привет, народ! Воскресенье, обзорище, все как надо. После того, как Илья Варламов, это известный блогер, который сейчас уже и на ютубе, известный путешественник, известный критик архитектуры, нелюбитель парковок во дворах и так далее, открыл свою доставку. Варламов есть. И можно уже сейчас заказать. Ну, как, конечно же, как в таких вещах бывает, да, Илья, скорее, наверное, медиалицо этой доставки, также как там Бузова в Бузфуде, также как... Ну, Тимоти, наверное, некорректно, все-таки он там действительно много, много где участвует, ест эти бургеры, хотя нет, все равно это медиалицо, медиалицо все-таки Блэк Стар Бургера, также Илья Варламов, медиалицо Варламов есть. Судя по презентации, которую он делал у себя на канале, этим проектом действительно занимались профессионалы, люди, которые работали там с Джейми Оливером, которые учились в Кордон Блю во Франции. Катя, наш шеф-повар, Катя, расскажи нам о себе. Я работаю в переобщепите с 13-го года, отучилась в Лондоне в кулинарной школе в Кордон Блю. То есть, все круто наворочено. И вот люди, которые работали с Джейми Оливером и учились во французском Кордон Блю, решили делать гавайскую кухню, то бишь основу доставки Ильи Варламова составляет поке. Это классическое гавайское блюдо. Ну, это не то чтобы блюдо, это скорее принцип приготовления, так же как вот, например, жюльен, это там способ нарезки, так же и поке буквально переводится как нарезанный кубиками что-то там. Ну, в основном это, конечно, рыба. В общем, ребята, Илья Варламов. Варламов есть, доставляет через Яндекс.Еда. Давайте смотреть. Прежде чем мы посмотрим доставку от Варламова, хочу сделать рекламу для своих друзей, товарищей. Это ребята, которые когда-то продали мне мою прекрасную собаку Бруно Джек Рассела. У них их собака, в общем, родила моего Бруно. Я у них покупал, поэтому мы с тех пор как-то общаемся. И, в общем, рекламка для этих ребят. Чем они занимаются? У них свой проект, который называется «Флориста Бариста». По названию мы понимаем, что это некое место, которое объединяет цветочный магазин и кофейню «Флориста Бариста». Вы можете прийти в их заведение, купить прекрасный букет и пока «Флорист» собирает вам классный букет цветов, попить кофейку с вкусной едой. Либо, например, привезти в кофейню вашу девушку, посидеть, попить кофейку с ней и параллельно купить ей букетик. То есть, интересный формат. Находятся ребята территориально в районе Крымского вала, но у них есть своя доставка, поэтому всеми услугами можно пользоваться с доставкой. В общем, все ссылочки в описании, на их сайт, на их инстаграм. Переходите, подписывайтесь и пользуйтесь, конечно, кофе, цветы «Флориста Бариста» и передавайте им большое спасибо за моего Бруно. Спасибо за Бруно. Вот такой вот хэштег. Можно им где-нибудь там везде оставлять в соцсетях и при встрече говорить. «Флориста Бариста». А у нас Варламов. Вот в таком виде привозят Варламов есть. Black Star салфетки. Прикольно, кстати, стильно. Вот такие вот хорошие палочки. Смотрите, деревянные бамбуковые темные палочки благородно. И дополнительно еще упаковывают влажные салфетки, вилки-ложки и вот как бы так, да. Каждое блюдо, которое мы заказали, оно подписано. Ну, кроме ребер. Ребра и так понятно, что это ребра. На каждом есть надпись, причем довольно интересный, хороший почерк. Меня это радует. К блюдам поставляют вот такие вот соусы. Тут надо разбираться, короче, что к чему, но соус подписан, ребята. Вот вспомните, недавно мы делали обзор, да, вообще ни одного соуса не было подписано. И в итоге оказалось, что я действительно опростоволосился. Вот, например, супец. Смотрите, ну мелочь, а хорошо. Видите? Кусочек скотча, который держит верхнюю крышечку и суп, соответственно, не прольется. В плане логистики, в плане логистики, все у них сделано довольно хорошо. Логистика упаковки у Варламова хорошая. Но логистика доставки у Яндекс.Еда, через которую они возят, к сожалению, чуть расстроила в этот раз. Хотя я Яндексом пользуюсь довольно часто и даже рекламировал этот сервис в одном из прошлых роликов. Значит, что случилось здесь? Ну, во-первых, они опоздали. Время доставки 13 часов было, а приехали они в 13.25, в 13.30. Привезли они, естественно, не ко мне, поэтому я никуда не тороплюсь. Уже все остыло, безусловно. Нам пришлось заказывать это в центре, потому что Варламов возят в ограниченном районе. Но, чтобы заказать в центре еду от Ильи Варламова, мне нужно методом тыка угадать, какому адресу привезти. Потому что ни в Яндекс.Еде, ни где-либо у Ильи Варламова нет информации о зоне доставки. Поэтому, Илья, ты будешь смотреть этот ролик, тебе привет большой и респект, кстати, за то, что ты это делаешь и делаешь необычную вещь какую-то. К тебе просьба. Ты сделай какой-то типа лендинг, я не знаю, или в группе размести, или где. Ну, тупо Москва и тупо где ты возишь. Со временем будешь расширяться, чтобы это была информация. Потому что мне пришлось методом тыка угадать, куда же Яндекс может привезти твою еду. Вот, это просьба к Илье Варламову. Но к Яндекс.Еде есть и похвала, потому что там у них есть чатик, где в онлайне можно задать какие-то вопросы, и я их задавал. На первый вопрос они ответили, что привезут к часу, но не привезли. На второй вопрос ответили, точнее, просьбу. Я попросил, чтобы нам собрали в какой-то пакет, чтобы мы могли это все спокойно довезти там на метро, на такси, на машине, как угодно, чтобы все это увезти. Потому что доставки часто привозят, вот так тебе отдают, типа, и ты несешь это все до кухни, но до кухни не так далеко, как с Китай-города, где Диме пришлось ждать эту доставку до моего дома везти. Эту просьбу они выполнили, спасибо большое, в пакеты упаковали. Правда, в бумажные, и вероятность, что они порвутся, была все это время. Именно поэтому у Димы был с собой пакет из пятерочки, два. Вот, ладно, все, хватит балаболить, пробуем, взвешиваем и оцениваем. Варламов! Первые два поке, которые смотрим, это поке с тунцом. В общем-то, то, с чего и поке начало свое шествие по миру. Это блюдо с рыбой, нарезанное кубиками. Вот он тунец, равно как и в этом блюде, вот он тунец, видите, да? Чем они отличаются? Отличаются они углеводной составляющей. Если здесь это киноа, ну, такой типа злак, типа хлеб, то здесь рисочек, рисочек вот такой вот. И, судя по всему, конечно, в изначальной подаче это блюдо должно быть наполовину холодное, то бишь тунец замаринованный в чем-то, и наполовину хотя бы теплое, то бишь рис. Подогревать его, это стрёмное дело, поэтому я буду пробовать как есть, как уж доехало. Тропический поке сильно не впечатляет, да, но тут есть бобы, окей. Тут есть, как бы, очищенный, кстати, очищенный апельсин, это очень хорошо, и нарезанные кусочки ананаса. Сейчас попробуем, будем надеяться, что они свежий ананас, возможно, кстати, в чем-то тоже замаринованный. Но надо отдать должное, что тунца действительно много. Тут прям вот так вот хорошо поесть тунца. Классический поке, ребята, 404 грамма с учетом упаковки по факту, 390 в описании. Тут все хорошо. Тропический поке 440 граммов должен весить. Тут небольшой недовес, хотя, судя по всему, может быть, вот этот соус, который называется тропический, и соус цитрус-манго из описания, это одно и то же. Если с этим соусом, то все хорошо по весу. Кстати говоря, нет, слушайте, тут все-таки вот эти соусы, тропический это не соус, тропический это название блюда, то есть соус к блюду. Соответственно, по весу все хорошо. Есть соус для классического поке, вот он. Он отдельно в такой баночке подается. Я сейчас хочу попробовать прям соус, это чертовски интересно. Как бы открыть и не обляпаться, а. Так. Интересный по вкусу соус, то есть понятно, что он делается на основе соевого соуса. Судя по густоте, там с маслом, с привкусом имбиря, чесночок там есть. И возможно все, то есть по остроте... А, и сахар, и сахар, наверное, чуть сахара добавляют. Ну такой прикольный остренький сладко-соевый соус. Это довольно интересно. Я не знаю, как заливать или макать. Вообще поке надо перемешивать, по идее, но я не знаю, как поступить. Давай, я хочу попробовать, наверное, все-таки по отдельности. Ну, по крайней мере, классический, да. Начнем по отдельности пробовать. Так, рис. Рис комочками уже. Конечно, холодный рис это лютый отстой. Но тут я не могу никаких претензий предъявлять Илье там за холодный рис. Потому что мы везли все-таки с Китая города. Хоть недолго, но где-то полчаса у нас заняло вот это все довезти. Вот. Рис холодный и есть его невкусно. Вполне вероятно, если вот сделать так вот. Салат чука, бобы, листья свежего салата. Ну, неплохо. Неплохо. Слушай, классический поке стоит 590 рублей. Где-то 120 рублей за 100 граммов. Это, ну, такое... Уже ближе к ресторанной цене, конечно. Но все-таки порция действительно вот прям отдаю должное. Порция душевная. Попробуем тунец. Про тунца хочу сказать следующее. Очень свежий вкусный тунец. Такой плотно мягкий, знаешь, плотно мягкий тунец, который действительно классный. Я к тунцу отношусь ровно, в общем-то, так же, как и к абсолютно любой рыбе. Кроме, наверное... Ну, мне нравится лосось. И, кстати, вот это недостаток, мне кажется, Ильи, что нет у него поке с лососем. Я бы хотел попробовать поке с лососем. Если вкусный свежий лосось, это очень клево. В целом очень похоже на, как бы, на роллы, да? Как есть шаурма на тарелке, так же есть вот роллы на тарелке. Как бы разделенный ролл. Ролл 390 граммов за 590 рублей. А это был бы дорогой ролл, если бы мы это все собрали вместе. Ладно, все попробуем теперь с соусом. Изумительные ингредиенты. Обалденное ощущение вот этого блюда, что я сейчас ем не какой-то стандартный пиццы, роллы, там еще что-то. Это тоже все вкусно, конечно, но вот это необычно. Это необычно, потому что это чертовски свежо. Здесь какие-то яркие цвета, тут какие-то необычные ингредиенты. Например, вот это вот, что это, типа фасоль, ну вот этот бобовый какой-то. Здесь отличный тунец, тут вот уже когда перемешанный и к рису вопросов нет. Соус классный. В общем, все. Гавайская кухня это что? Гавайи, они находятся, вот если взять глобус, сейчас мы, может, где-нибудь покажем вам модель. Гавайи находятся между Азией и Америкой, грубо говоря. Да, где-то вот посередине. Скорее, наверное, это все-таки азиатская кухня, потому что вкусы такие остренькие, солененькие, кисленькие, сладенькие. И все это одновременно. Любопытно, любопытно. Вкусно, здорово, интересно. Давай попробуем вот этот экзотический пукет, куда я его делал. С тунцом опять-таки. Но к тунцу у меня не может быть вопросов. Но тут у нас совершенно другой соус. А стоит он 680 рублей. Офигеть. Прикольно пахнет. Какой необычный соус. Не, ну в нем точно абсолютно есть манго. И это все, что я могу про него сказать. Я не могу понять, что в этом соусе. Ну, цитрус, окей, да. Может быть, апельсин, но это не важно. Там еще есть какие-то необычные привкусы. Я извиняюсь, но вот люди, которые будут пробовать, Илья, и может быть, ты тоже посмотришь. Есть ощущение, знаешь, какой-то стоматологии, что ли. Вот легкий привкус стоматологии. Как будто вот немного зубной пасты сюда замешано, что ли. Или вот какой-то заморозки у доктора. Что-то такое, какой-то такой привкус. Но опять-таки, это свежий привкус. Я не хочу это ни в негативном ключе, нет. Просто вот какие-то такие мои ассоциации извращенные, возможно. Тропический соус, кенуа, опять-таки, бобы, салаты, ананас и очищенные дольки апельсинов. Тестим. Изумительный тунец. Тут еще огурчики с убранной серединкой. То есть, вот этих вот косточек нет. Чисто, чисто похрустеть. И огурцы, мне кажется, тоже немножко замаринованные. Сейчас похоже на блюдо, знаешь, какое? Да. Только хотел сказать на битые огурцы, потому что у меня есть на канале рецепт битых огурцов. Прям очень похоже. Битые огурцы, это очень вкусно. Я вам советую. Просто готовятся. Минус 200 тысяч калорий в них. И обалденно вкусно. И вот здесь вот битые огурцы. Были бы просто огурцы, было бы скучно. Битые огурцы весело. Не прям, чтобы оборжаться, конечно. Ну, прикольно. Слушай, ну, формат чертовски интересный. Апельсины стрёмные. Вот, если я бы хотел бы что-то в этом блюде поменять, наверное, поменял бы апельсины. Потому что это апельсины такие, знаешь, типа а-ля для сока свежевыжатого. Мне они не нравятся. Мне нравятся сладкие такие испанские апельсины. Толстые, с коркой, которая легко счищается. И они прям сладкие. Но здесь вот эти кисловатые апельсины, они чуть меня расстраивают, конечно. Что касается ананаса. Это свежий ананас. Что про него сказать? Свежий и очень спелый ананас. Не, по ингредиентам. Слушай, к доставке варламов есть. К доставке варламов есть, вопросов нет. Вот так бы я сказал. Это касается и тунца. При том, что я довольно спокойно отношусь к тунцу. Для меня это, ну как бы, просто есть и есть. Могу иногда поесть тунца, могу иногда не поесть тунца. Меня он не впечатляет. Ну все остальное клевое. Тут опять-таки можно кислинки себе добавить. Если бы я не перемешал, то вот этот лайм со срезанными попками, за что спасибо. Можно было выдавить вот сюда. Вау. И было бы чуть покислее. Но в принципе тут очень гармонично. Кино это вкусно. Тунец это вкусно. А когда это все залито тропическим соусом с отглосами стоматологии, так это вообще прекрасно. Нет, ну правда это вкусное блюдо. Свежее. И есть у меня ощущение, вот я человек не маленький, а если точнее говорить большой, а если еще точнее говорить, то просто адский жиробас, то даже я бы, я любитель какого-нибудь там Black Star бургера, да, я бы этим наелся, и ты знаешь, кайфанул бы не меньше, чем от какой-нибудь жирной углеводистой пищи. Мне понравилось. Это вкусно. Это вкусно. И теперь, ребята, у нас еще есть разные поке, мы их посмотрим обязательно, но я хочу все-таки немножко по мясу пройтись, потому что вот в презентации Илья говорил, что у них по мясу там отдельный человек занимается, да, который как раз Джейми Ольвером работал. Итого, этот человек сделал ребра свиные и свиной стейк. Это что, карбонат типа, да? Если с говяжьим стейком нам надо просто нестись его кушать после подачи, то свиной стейк, знаешь, и после подогрева нормально. Называть, конечно, стейком свинину, да можно, что я сам так делал у себя на канале. Вот. Значит, по логистике, смотри, ребра и салат Коуслоу, да? Вкусный, свеженький там капустно-морковный салатик, но если мне надо подогреть эти ребра, а их тут, я смотрю, дофига, что мне делать? Я не могу вот это блюдо подогреть. Если свинину с картошкой я засунул в микроволновку и худо-бедно подогрел, что мне делать с этим? Теплый Коуслоу, это, конечно, вообще дно, а холодные ребра, это дно вдвойне. Мне отрезать, что ли, как-то этот кусочек? В общем, чуть подумать на эту тему, был бы вообще здорово. Но вообще выглядит, выглядит достойно. Так, стейк у нас должен весить 320 граммов. Он не весит 320, потому что я соус не положил. А вот с соусом нормально. Смотри. Мне Дима подсказал, говорит, ты что барагозишь? Вот возьми, переложи, подогрей, потом обратно переложи. Ну, это, конечно, лишнее неудобство, но я так сделаю. Смотри, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кусочков ребер. Иду подогревать. Так, смотрите. Ну, кусок свинины пожаренный и порезанный. Поэтому среди приборов у нас нет ножа, потому что тут, в общем-то, все за тебя уже сделано. И вот он соус. Соус, очевидно, такой а-ля жульен, сливочно-сливочно-сметанно-грибной. Ну, давай немножечко попробуем вот так вот положить на кусочки. И все это отведать. Ну, не знаю, что сказать, честно. Не впечатляет. Соус это чисто такой жульен. Прям вообще вот, прям классический жульен. Вкусный. Можно прям как жульен возить вот этот соус по цирикам в кокотнице какой-нибудь одноразовый и возить людям. Люди любят жульен. Я довольно спокоен к такому блюду. Я бы не сказал, что оно плохое. Сколько стоит? 360 рублей? Ну, типа вообще полноценненько. Большой кусок свинины и картошечка. Мне не понравилось. Мне не понравилось не потому, что плохо приготовлено или там, мне кажется, это блюдо не для доставки. Но учитывая, что у Орламов есть это не ресторан, это именно доставка, о чем они и говорят, да, что мы не снимаем помещение. У нас есть только кухня, которая вам доставляет. Я не знаю, в чем прикол сразу включить в меню стейк, который будет вот такой вот. Почему из свинины? Почему там, не знаю, не куриная грудка, которая более-менее лучше доживет, мне кажется, доставку, нежели стейк из свинины? И все-таки вот эта моя фраза, что там подогреть стейк из свинины еще можно, пожалуй, нет. И я абсолютно уверен, что даже если бы я его не грел, то он бы мне и так не понравился. Картошка вкусная, в принципе, да и мясо нормальное, и соус хороший. И за 360 рублей да можно взять. Не бурагось. Но если сравнивать, например, с поке, да, то, наверное, поке гораздо интереснее в плане того, что это что-то необычное. А это что-то слишком обычное. Но у нас есть еще ребра. Так, опять-таки, опять-таки, это странно. Я не знаю, то есть, вот это вся гавайское чудо, да, вот это разнообразие, вот этот конструктор разных вкусов там. И просто ребра. Но они будут вкусные, да, я уверен, я вижу, что они клевые. Во-первых, сами ребра выбраны хорошо. То есть, та часть ребер, где много мяса, ну, вы же понимаете, да, ребра вырезают. То есть, как вот сказать, вот ребра вот такие вот, да, и вот отсюда берут полоску. Там отсюда берут полоску и отсюда. И, соответственно, в разных частях, если в разрезе смотреть, мясо по-разному. Вот здесь вот хорошая часть. Там, где есть мясо. И салат Коуслоу. Свиные ребра 400 граммов. Но они весят 449 и соус к ним никакой не положен. В описании написано, что это ребра в соусе барбекю. Я бы не сказал, что у меня, вот я не люблю соус барбекю, а точнее сказать, я его терпеть не могу скорее. Здесь нет какого-то убийственного запаха, который бы меня оттолкнул от этих ребер. Скорее, тут запах, который меня привлекает. Салат Коуслоу. Это салат Коуслоу. Здесь я не могу сказать ничего особенного. Это просто капусточка, просто морковка, просто майонезик или сметанка, что у них там. И, в общем, сейчас попробую. Ну смотри, ребра действительно довольно крупные. И тут прям, да не, мягко, хотел сказать, не очень мягко. Но, в принципе, мягкое мясо. Давай попробуем. Салату Коуслоу нет никаких вопросов. Отличный салатик. С первого укуса могу сказать, что это офигенно. Блюдо, которое весит 400 граммов. Я прекрасно отдаю себе отчет, что там будет довольно много костей. А их будет, точнее, ровно столько, сколько здесь кусочек. Кусочков ребрышек. Но я готов нести такие потери. Потому что это чертовски вкусные ребра. Это обалденно классно сделанный соус барбекю. Свой. Это не какой-то хайнс. Это не кислый, не слишком сладкий, не слишком барбекюшный соус. Это очень нежненький, чуть-чуть сладенький, чуть-чуть пряненький, чуть-чуть отдающий каким-то имбиречком соус. Очень вкусно. Я ребра очень уважаю. Очень уважаю ребра. Мне нравится. В принципе, это как продукт. И скажу так, что это, наверное, один из лучших представителей ребер. Вот в целом по гармонии. Вот какие можно представить. Очень вкусный соус. Очень хорошо приготовленные ребра. Они прям вот пропечены так, как надо, чтобы они были еще и пожевать, и мягкие при этом. То есть, когда совсем мягкие разваливающиеся ребра, это тоже хорошо. Это отдельный фетиш, это там смокеры, вот это все приготовление при низких температурах. Это клево тоже. Ну вот в этом, наверное, самая гармония. Вот такие ребра мне очень нравятся. Прям огромный респект. Забираю все свои слова назад насчет того, что этого не должно быть в меню. Это должно быть в меню. И неважно, хоть вокруг по пордели у вас будет, ребра должны оставаться. Все. Класс. Супер. Вкусно. Здорово брать. Продался, блин, варлам. Кошмар. Илья, напиши в комментариях, сколько ты заплатил за обзор. Обязательно. Потому что куча таких комментов будет у меня. Это мой канал. Тут меня всегда подозревают в продажности. Так. А, лимонад давай. 220 рублей. Лимонад в ассортименте. Ну там, я бы не сказал, что прям ассортимент. Там всего два лимонада было, когда мы заказывали. Два лимонада. Я взял какой? С клубникой и мятой. Хотя у них написано, что есть с киви и огурцом, с имбирем и лимоном. Вот с киви и огурцом не было, с имбирем и лимоном был. Но я просто как небольшой любитель там такого лимонада. Я взял себе клубничный. Вот клубника и мята это вещь. Вау, 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 куда ты? О, блин. Ну вы поняли. Мы несем потери. Лимонад газированный. Лимонад вылился. Опять-таки, я не знаю, кому что предъявлять. То ли Яндекс.Еде, то ли Димке, который привозил. Ну в смысле, что в любом случае, пока везешь, он конечно болтается. Так, ну что сказать, ребят? Значит, дорогие доставки, когда привозите большие порции лимонадов, не по 200 мл, а по литру, я считаю, что надо прикладывать какие-то стаканы. У меня дома, конечно, стаканы есть. Но иногда может быть человек, ну например, весьма удобно взять классический поке. Поке, я говорю как-то порке по-французски. Типа взять классический поке, да, поесть на лавочке с макбуком, делая какие-то делишки и попивая лимонад со своим товарищем там, например. И конечно, клево было бы, если бы прикладывали, пусть какие-нибудь самые дряненькие, но стаканчики. Вот, Диман, дашь мне стаканчик? Макдональдс, дай мне Макдональдс. Это будет вообще полная гармония, стаканчик Макдональдс за Биг Мак и прекрасный лимонад. Но я уже сейчас пока, уже его как бы немножко даже попробовал. Так, что там? Эй, как бы слить-то? Эй, 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 эй. Ну, густо. Не то, чтобы то густо, то пусто, а именно прям капитально густо туда наложено клубнички. Запах не прям яркий, то есть он... Я сейчас, знаешь чё? Я сейчас немножко расстраиваюсь. Не, 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 не претензия к этому лимонаду. Я расстраиваюсь к тому факту, что всё время, когда я пил всякого рода лимонады, я понимаю, что, скорее всего, везде был какой-то досироп. Какой-то досироп, причём не то, чтобы сахарный, а именно вот там клубничный, маракуйный и так далее. Потому что здесь ощущение, что это полностью трушная вещь с небольшим добавлением, может быть, сахара или какой-то, типа, натурального подсластителя, там, типа, стевии, да. И он не яркий. Он не такой прям вот как где-нибудь там в Якитории, в Тануке там возьмёшься. Там тоже много разных лимонадов вкусных. В Мензе кафе ты там пьёшь и думаешь, вау, класс, клубника пошла. Ну, это всё-таки не натур-продукт, а вот здесь вот натур-продукт. Мне это нравится. Ощущение, что ты пьёшь такой бабушкин загазированный компотик. Да лучше, чем компотик. В общем, вот так вот скажу. В общем, это довольно вкусно, причём клубничный вкус чувствуется, но вкус мяты вообще не чувствуется. Ну, совсем, если есть, то очень отдалённо. И я знаю, с чем это связано. Здесь слишком свежая мята. То есть, вот в идеале, понятно, что для красоты это здорово, но для того, чтобы мята отдала вкус, я, конечно, кто такой, чтобы говорить поварам, которые учились в Cordon Bleu и работали с Джейми Оливером, что мяту можно немножечко вот как-то помять, дать, да, как бы заработать ароматом и потом вот туда закинуть. Вот тогда будет кайфово, тогда будет классно. Но это абсолютно совета дилетанта, я в этом не разбираюсь. Ну, мне кажется, было бы лучше. Ну, так вкусный лимонад, слушай, 220 рублей, литр натурального, вкусного лимонада. Хочешь слаще, добавь сахар. Пожалуй, да, я бы взял. Ну, то есть, а тут и выбора нет. То есть, если ты хочешь попить и поесть, то тебе придётся брать этот лимонад, потому что у них там всяких газировок нет. За это вам респект, господин Варламов. Следующие две коробочки это курица терияки, это тоже называется поки, хотя формально это, наверное, к поки не отнести, потому что как бы нарезанного что ли, чего-либо с кубиками я тут не вижу. Тут рис и резаная курица в соусе терияки. И вот эта штука, она называется у них поки с фалафелем и табуле. Табуле это, ну, фалафель мы, понятно, да, знаем, это шарики нутовые. Табуле это фактически булгур, салат с булгуром, короче. И вот такое вот блюдо. Опять-таки, это, наверное, не поки. Опять, ну, если придираться к словам. С фалафелем, наверное, самое доступное блюдо у них, 295 рублей стоит. А вот курица терияки 340, подороже. И причем с фалафелем оно довольно увесистое. Прям видно, что тут много еды. Итак, фалафель. 330 граммов, но тут даже без соуса перевес. С соусом вообще хороший перевес. Поке с фалафелем. Смотри, ну, это такое чисто вегетарианская тема. Причем фалафеля тут довольно много. Он там был завуалирован. Тут еще соус дополнительный к нему. Что это? Какой-то желтенький, но похоже, что это типа... Нет, это не хумус. Написано, что это чесночный соус. Вот. И вот здесь вот это вот табуле. Пахнет довольно неплохо. Выглядит это, наверное, самое неаппетитное блюдо из всех, что сегодня я видел и увижу в дальнейшем. Но, тем не менее, мы проеду здесь. Давай попробуем по вкусу. Не, это не соус. Это хумус. Соус вот. Чесночный. Офигенный чесночный соус. Так, ну, ладненько, что я не знаю. Ну, давай с фалафеля начнем. Блин, как маслята, хрен понимаешь. Давай прям в соус. Я не зря за лимонадом. Очень сухой фалафель на самом деле. Прям сухой. Соус не разруливает. При этом по вкусу, по вкусу фалафель очень классный. Он, во-первых, снаружи хрустящий. Внутри, внутри вот такая вот красота. Желтенькая, шафрановая, видать. По вкусу классно, но он суховат. Я не знаю, то ли что-то еще внутрь мешает, чтобы он был более влажный. Нарушить иудейские законы приготовления фалафеля. Или где-то арабские, да? И там, и там, в общем, везде готовят фалафель. Что касается булгура. Салатик с булгуром довольно вкусный. Чуть-чуть кисловатый, что мне скорее не нравится, нежели нравится. Но сам булгурчик, а булгур это же пшеница, блин. Как дробленая, наверное, правильно так сказать. Кусочки пшеничных, ну, то есть, такой хлебушек, а-ля в стиле перловки. Ты кушаешь и нормально. Но кисловата. Вот заправка для вот этого табуле, мне кажется, может быть, она классическая. Я в своей жизни не ел ни разу табуле. Я не знаю, я просто знаю теоретически, что это такое. Я практически не ел. Возможно, оно так и делается, но мне невкусно. Но при этом сытно. Но, пожалуй, самое неинтересное блюдо. Я бы такое не стал заказывать. Не потому, что я не люблю фалафель. Я люблю фалафель, но когда он влажный, когда он хрустящий, когда он по вкусу вот такой, как здесь, мне очень нравится. Но консистенция мне не очень зашла. Вот равно, как и самого салатика. Ну, чесночный соус, в принципе, чуть-чуть довыручит. Но, пожалуй, нет. Поке. Поке. Поке-поке с фалафелем. Почему я говорю ударение на первый слог? Потому что так вроде правильно говорить. Поке, а не поке. Окей. И у нас следующее это поке с курицей тереяки. Но это просто второе блюдо. Курочка и рис. Зашибись. Рис, кстати, отличается. Вот здесь рис другой. Хотя, не, я ошибаюсь, ребята. Это тот же самый рис. Блин, мне просто показалось, что он здесь длиннозерный. Ну, это как, типа, басмати рис, да? Здесь, я думал, краткозерный. Когда ел, ну, запамятовал уже. Рис такой же. В общем-то, и сварен он, судя по всему, точно так же. И вот она курочка. Курочка тереяки мелко нарезанная. Там что еще с курицей? Там что-то еще с курицей происходит. В общем, курица с чем-то. А, опять-таки, это киноа, что ли, добавлено к курице. Ну, ощущение такое, конечно, структурностью. Довольно вкусно выглядит. Курица в кокосовом молоке, ребят. Я назвал это курицей тереяки. Ну, так, на первый взгляд вроде курица, да? А что здесь? Куриные бедра в не очень остром соусе. Это хорошее описание. На основе кокосового молока с рисом жасмин. Вкусно пахнет. Приготовленным на пару с добавлением арахиса, лука и чеснока. Я, опять-таки, рис назвал басмати, а это рис с жасмин. Ну, на самом деле, в принципе, один и тот же рис. Курица в кокосовом молоке, 250 граммов. 250 рублей она стоит. Ну, все соблюдено. А ну. Долбанная пинаколада. Ммм. В хорошем смысле слова. Обожаю пинаколада, мой любимый алкогольный коктейль. Я хоть алкоголь не очень пью, но вот пинаколада мне нравится. Паровой рис. Это очень вкусно. Это необычно. Это недорого, 250 рублей за 250 грамм. Соточка за соточку. Как в любой кулинарии, блин. Примерно те же цены. Не, ну, наверное, подороже, конечно, чем в кулинарии. Но ощущение... О, вместе с рисом и арахис прям, ну, изумительно. Это правда очень вкусно. Это в первую очередь очень вкусно. Вот тем, которые, я не знаю, может быть, уже замылили свой вкус всякими суши, роллами, шавухой, дошиком и прочее. То есть вот такие блюда, они немножко тебя возвращают в этот мир и говорят, братан, блин, еще вокруг столько всего вкусного есть. Столько всяких необычных сочетаний. Курица, например, в кокосовом молоке с арахисом. Ты такое не ел, ты попробуй, ты кайфанешь. Я пробую, я кайфую. Я майонезный, самопровозглашенный король. Пробую довольно легкое блюдо, при этом сытное. И я поистине кайфую. Соус действительно не очень острый, все правильно написано. Вкусно, мне понравился. Рис и вкусная курица с необычными привкусами, вот этими кокосовыми. Ну, арахис он особо такой, это же даже не орех считается вроде. Вот, не особо такой, конечно, был бы клево, если бы тут было, я не знаю. Миндаль жареный, порубленный. Но это было бы сильно дороже, арахис, конечно, подешевле. В общем, тоже вкусное блюдо. Вау, ладно, у нас еще креветки. Креветки есть, и еще я что-то видел. А, это курица-терияки и кревитосики. Поке с курицей-терияки 340 граммов, весит 380. Все отлично. Пока мы тут рылись, короче, с курицей-терияки, я нашел еще один соус, который тоже называется тропический. То есть, к тропическому был тот желтенький, видать, и вот этот. Два соуса. Или я что-то не понял. Ну, ладно, оставим это на комментарии Илье, если он посмотрит ролик, может прокомментирует. У нас два поке. Давайте пока память про курицу у меня свежа. Я хочу посмотреть, конечно, курицу-терияки с фасолью, с салатом чука. Смотри, болгарский перчик и вот все. Тоже такое мелко нарубленные ребра. Вот, фу, блин, ребра, бедра. Бедра куриные, это очень хорошо. Кинза. Ну, кинза на любителя. И, кстати, вот по кинзе можно проверить, какие у них поставщики. Кинза свежайшая. Кинза прям вообще без одного заветренного листочка. Это прекрасно. И рис с кунжутом. Причем кунжут, если вы видите, он поджаренный. Это говорит о том, что они заморочились и подсушили на сковородочке кунжут. Поджаренный кунжут гораздо вкуснее сырого. Всем нелюбителям кинзы ее можно... Я стал уже любителем кинзы. Я сейчас к кинзе отношусь очень уважительно. Но раньше не любил. Я бы ее просто достал отсюда и все. Очень хорошо, что не перемешано. А я вот к чему. Ну, давай попробуем. А салат чука, интересно, с ореховым соусом? Салат чука с ореховым соусом. Очень вкусный. Обожаю чуку. Покет с курицей теряки. Я вычеркиваю свои бумажки. Но не вычеркиваю свои жизни. 340 рублей, 340 граммов. Это поистине вкусное блюдо. Вкусное. И, пожалуй, наверное, из всего того, что мы пробовали... Ну, первое место по понятности и привычности для вас это будет свинина. Стейк со свининой. Стейк со свининой. А второе место займет вот эта курица теряки. То есть, это тоже довольно понятный вкус. Довольно приятный. Довольно привычный. И я довольна. Виталька довольна. Почему я себе в женском лице? Вообще капец. Просто скатился от писка. Тоже очень вкусное и гармоничное блюдо. Отличные овощи, которые еще немножко хрустят. Это касается и морковки, и фасоли. Отличная курица, не сухая. И все. И рис. Кунжут. Кинза. Ай да варламов. Ай да молодец, а. Давно не кайфовал. Вот сегодня прям чувство какое-то разнообразие. То есть, когда ты ешь даже вот там, не знаю, пиццу. Даже если там 100-500 вкусов этой пиццы будет. А все равно ощущение, что ты просто поел пиццей как бы. А здесь что-то как-то вот как-то по-другому отличается от предыдущего. Надо же. Самый дорогой. Поке с креветками. А ну. Поке с креветками. 570 рублей. 360 граммов. 360 граммов без соуса. И тут есть отдельный соус. И тогда становится все хорошо. А вот что я еще не полюбил, так это руккола. Вот здесь вот руккола. Ну там и другие салатики. Креветки, конечно, не коктейльные. Но не самые крупные. То есть, это явно не королевские, не тигровые. Это креветки по-скромнее. Я не знаю. Я не разбираюсь в размерах креветок. Ну вот. Ну, пожалуй, для еды самый оптимальный размерчик. Да, такой. Вот. Их довольно много. Вот посмотри. Сейчас я попробую салат отодвинуть. Тут вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать креветчик таких. Ну, это же очень хорошо, да? Ананас опять-таки. Полоски нори. Ну, это так, больше для красоты, конечно, да? Вот эти вот нори. Ну, реально ощущение, что у нас здесь ролл на тарелке. Вот этот ролл 360 граммов весит, если что. И стоит 570 рублей. Дорогущая, зараза. И тот же самый соус, который мы видели в начале. Вот этот вот соус. Я даже не знаю, честно говоря. Ну, на рис, наверное, его стоит вылить, как бы, да? Потому что креветки и так в каком-то соусе. Посмотри. Я вот так вот пока сделаю временно. Тот же самый ананасик. Ну, и шикарный. Он свежий. Причем, мне кажется, он еще как-то засахарен дополнительно. Не так, как в банке. Да нет, ну не может быть это консервированный. Я могу ошибаться. Тут опять-таки комментарий, наверное, вопрос к Илье. Но ощущение, что по вкусу это свежий ананас. А по консистенции он как будто бы вот очень похож на консервированный. Вот в банках то, что мы покупаем. Или это просто все-таки консервированный. Фиг знает. Вот реально, прикинь. Вот обычно четко отличаешь консервированный от не. От свежего. А тут либо свежий как-то еще засахарен дополнительно в сиропе, то ли хз, короче. Я теряюсь. Ну, это вкусно. То есть это в любом случае вкусно. Так, что касается креветки. Хорошо приготовленные. Причем в своем каком-то соусе. И мне кажется, вот этот соус, который идет к этому блюду, он как-то и не в тему к креветкам. То есть надо в мануале писать, что там рис полейте, а креветки не трогайте. Хотя если полить креветки, может быть, прям вкус другой какой-то будет. Секретный ингредиент. В секретно-ингредиентном супе. Как кунг-фу панда, помните? Ну да. Этот соус перебил вообще нежность креветок. Я бы прям вот реально не поливал бы его, а полил бы только рис. Может быть, ананас. Вот так вот смешать рис с ананасом. И будет душевно. Очень вкусное блюдо. Вообще вопросов нет. Ребята, поке с креветками 570 рублей. С удовольствием бы съел. Особенно, если бы оно не стоило 570 рублей. Самое дорогое блюдо. Я не настолько люблю креветок, чтобы за них прям платить. Мне гораздо кайфовее поесть какие-нибудь попроще блюда, типа с курицей. Я вообще не обломаюсь. Вообще не обломаюсь. Ну, это если поесть. Если так разнообразить, можно, может, иногда и 600 рэ потратить на вот такой здоровенный поке. Правда, все очень вкусно. Судя по всему, мы с поки-то закончили. Мы попробовали все поки. Это основное блюдо в доставке варламов есть. Я вам скажу, что это блюдо интересное. Это блюдо достойное. Может быть, не все, но в основном это, по моим ощущениям, петюли. Я бы это поел. В основном это все чуть-чуть до остренькое. То есть, сам, наверное, не острое было, что там, терияки, фалафель был не острый. Остальное все чуть-чуть капелюшечку до острое. Вот. Поэтому надо иметь в виду, когда будете заказывать. А заказывать, заказывать однозначно. То есть, это интересно, это вкусно. Если вы устали от стандартной еды, вот то, то варламов есть этот вариант. Вот мне как раз сейчас, я в инстаграме просто выложил в сториз, отметил Илью. Знаете, что он написал мне? Волнительно написал мне Илья Варламов. Вот. Ну, можно не переживать. Можно не переживать, потому что действительно вкусно. Так, все. У нас остались всякие супчики. Еще там какие-то блюда уже вот в таком формате. И в конце у нас фруктовый поке. Но это в самом конце. А пока баночки. Вот они, 4 баночки. Тут у нас суп, крем с шампинь... Нифига себе, ложка стоит с вами. Это тыквенный супчик. И это индийский суп, который называется дал. И здесь вот почему-то вот в таком уже формате курица. Нет, подожди, курица. Рис карри. С омлетиком, что ли, да? Да, судя по всему, омлет. И там креветочки. Смотри, вот такое вот блюдо необычное. Шафрановый рис с паниром и орехами. Рис басмати, панир, кешью, настоящий шафран и изюм. Ну, шафраны только цвет и понты, как я считаю. Вкус шафран особо и не дает никакого. Ну, вот такое вот блюдо. Вот это 250 граммов. Это 300 граммов. Это 300 граммов. Тут, короче, все супы по 300 граммов. Это 250. Ну, суть по всему, похоже на правду. Ну, давай ради интереса взвесим. Почему нет, да? Ну, да. И супчик, ну, тут, правда, с ложкой. Да тоже хорошо, с запасом. Все хорошо положено. С весом у них проблем нет вообще ни в одном блюде. Это очень радует. Меня, честно говоря, особенно интригует вот эти два супа. Индийский суп дал. Я никогда такого супа не пробовал, хотя в индийском ресторане я был неоднократно. Правда, в одном ресторане пробовал много, но вот такой суп не ел. Смотри, там горох, да, что туда входит, я сейчас почитаю. Неострый написано. Это странно, кстати. Немного сладкий суп из чана дала. Ну, то бишь, щищевичный суп, но не такой, как вот в Турции где-нибудь, да, в виде пюре, а тут прямо вот щищевица. В общем, суп интригующий, действительно. Я бы не сказал, что он прям вызывает аппетит, но по вкусу мне интересно попробовать. Интрига, блин. Действительно, вообще не острый суп. Действительно, сладковатый. Все как в описании. И какие у меня ощущения, значит. Короче, вот этих вот фееричных индийских. Ну, индийская кухня, я не знаю. Опять-таки, я не специалист в кухнях. Я вообще не повар, но из того, что я пробовал, у них всегда нурочито яркий вкус специй, как бы, да. То есть, у них есть вот даже основная специя. Я как-то на канале, я не помню, для какого рецепта, но готовил прямо вот, собирал сам эту приправу. Гарам масала называется, или масала, опять-таки, в терминах могу ошибяться. И там куча всего пряного. Там корица, бадьян, кориандр, зира, или зиры нет. Вот здесь, кстати, чувствуется зира. Короче говоря, это прям такая бомба. Пряная, мощная, клевая бомба. Вот здесь же я не чувствую прям такого феноменально пряного вкуса. Хороший, кисленький, такой, типа, гороховый, гороховый томатный суп, что ли. Я бы вот так вот сказал. Это весьма съедобно. Опять-таки, я не призываю к тому, чтобы сюда бахали, я не знаю, там, целую ложку гарам масалы, и, типа, люди такие будут довольны. Нет, это, возможно, никому не понравится. Это усреднили такой вариант. Европезированная индийская кухня может быть. Я такой суп не ел, может, он такой и должен быть, этот суп. Ну, я бы не сказал, что это индийская кухня. Ну, то есть, если мне вот его подали, я бы такой, ну, супчик, окей. С горошком там каким-то. Ладно, тыквенный. Тыквенный крем-суп с трюфельным маслом. Ну, то, что тыквенный крем-суп я вижу, а где тут трюфельное масло, не совсем вижу. Оно вот даже на картинке нарисовано прям черное такое. Ну, трюфель, он черный, да. А тут оно как будто бы просто оливочем залили. Ну, по вкусу, конечно, мы сейчас их разгадаем. Очень-очень густой суп, очень. И шампиньоны прям густые, и вот этот тыквенный. Ммм. Ну, кстати, запах трюфельный есть. Прямо охренеть, как вкусно. Вот тыквенный суп с этим легким таким грибным привкусом. Что-то попалось. Что это? Что-то разжевал, не понял, что. А, тыквенные семечки. Е-мое. Это тыквенная семечка была. Прямо реально тыквенная семечка. Две тыквенные семечки. По нарастающий кайф идет, ребята. Вот, кстати, трюфельное масло. Темное трюфельное масло. Ну, внизу наивкуснейший суп. Тыквенный крем-суп с трюфельным маслом 300 граммов 167 рублей. На этом все. Вот как только начнет Варламов возить не как сейчас, неизвестно куда, короче. Неизвестно где он возит. А когда до меня начнет возить, я прям вообще затарюсь. Я не знаю, штук 10 таких супов возьму, заморожу себе. Буду иногда себе позволяю. Очень вкусный суп. Тыквенный, изумительно вкусный суп с отличным, вот, и консистенция, и привкус, и сладость, и все вместе. Лучший тыквенный суп, который я ел. Я вообще в своей жизни раза три ел, правда, тыквенный суп, но это прям восторг. Крем-суп из шампиков. Густейший крем-суп из шампиньонов. Ребята, вы знаете, что я люблю в шоколаднице крем-суп из шампиньонов. И сухарики. В шоколаднице он более жидкий, но по вкусу мне он очень нравится, он гармоничный. Тут же он очень густой, при этом белый, то бишь, это говорит о том, что, скорее всего, они с шампиньонов снимают кожуру, что ли, потому что кожура, она темнит суп капитально. Вот, в общем, выглядит, выглядит аппетитно. Густой. Такой же густой, как и тыквенный. Давай прям, вот так, пару, пару сухариков, чтобы не размокали. Тоже 167 рублей 300 граммов супа. Ребята, ну по супам у меня дикий восторг. Такой вкусный крем-суп из шампиньонов. Это ровно тот суп, крем-суп из шампиньонов, который чуть-чуть не до моего любимого. Повторюсь, я могу быть 10 раз неправ. Вы можете хаять шоколадницу, говорить, что они супы там что-то замораживают. Им кто-то готовит. Это не имеет значения, но по моему вкусу, крем-суп в шоколаднице, по своей сливочности, сладости, грибному вкусу, самый вкусный суп. Вот меня, ну пока я вкуснее не встречал. Все остальные хорошо делают. Вот у Варламова прекрасно сделанный суп, густой, насыщенный. Еще за 160. 60, я извиняюсь, 7 рублей, 300 граммов супа, сливки, там, грибы, лук, вот это все там внутри, понимаешь? Чуть-чуть не до по вкусу, но очень классный, прям вот такой на 4 с плюсом суп. Ну за свои деньги это просто на 5. Круто, нет, ну за супы, блин, не ожидал, не ожидал. Ну ладненько, у нас курочка карри. Шафрановый рис. Давайте выложим на тарелку, посмотрим, что там внутри. Отборный рис басмати. Вот видишь, у них то жасмин, то басмати. Не поймешь. А внешний вообще не отличишь. Вот что такое за 195 рублей шафрановый рис с паниром и орехами. Итак, вот смотрите, опять-таки вот любопытно, да, понимаешь, вот написано, что это с паниром. Я вот это омлетом сначала назвал, но нет, это панир, это сыр. Это такой сыр, ну типа молодой, молодой сырок, азиатско-индийский, что ли, наверное, так можно сказать. Крупный белый изюм и орешки кешля. Вот оно, блюдо за 195 рублей. Ни много, ни мало, как надо. Я хочу попробовать сначала рис. Все зависит от того, в чем они варили его, правильно? Блин, даже просто рис они сделали вкусным. То есть он то ли сварен, то ли дополнительно добавлено. Какая-то сладость, такой сладкий рисочек. Очень душевно. То есть очень душевно. Он не слипается, он такой вот крошащийся, рис. И по вкусу, и по консистенции отлично. Вот этот вот сыр, молодой, молодой сыр, который называется панир, он не вызовет у вас никаких эмоций. То есть это просто, ну типа не фета, но как бы пресное фета, может быть адыгейский сыр. Вот где-то вот такой приблизительно по вкусу сырок. Ну и конечно орешки кешьево, изюм. Ребята, это вкусно. То, что здесь настоящий шафран, он, это конечно понты и цвет, опять-таки, но по цвету видно, что очень хороший, такой желтенький, приятный цвет. Благодаря шафрану, по вкусу, я не знаю, может быть есть какие-то специалисты, офигенные гурманы, которые там рестораны оценивают, которые определят, скажут, шафран. Я не могу серьезно, для меня шафрана, видимо, надо столько добавить, чтобы какой-то вкус почувствовал. Ну, я не чувствую особенного вкуса, но, как факт, этот рис очень вкусный, он такой сладенький, сырочек, и изюм, все это очень в тему. Предельно простое блюдо, но сделано очень вкусно. Я вот когда такие вещи ем, я понимаю, что я вот как бы домашний кулинар, тут что-то делаю, там пытаюсь, но я понимаю, что я настолько днище вообще, вот в плане приготовления еды, что мне не хватает знаний, вот я понимаю, почему они едут там в Корден Блю получать какие-то основы кулинарии, едут еще куда-то стажироваться, чтобы узнать, как приготовить этот рис. Я понимаю, почему, потому что вот это приготовить, это надо что-то знать, понимаешь? И вот ребята, которые работают в Орламов, есть, прям вам огромный респект, вы красавчики, то есть из простых ингредиентов сделать, блин, вкусное блюдо, которое с удовольствием хочется докушать. Изумительно, я доволен, очень вкусно, 195 рублей, заказал бы смело. Вау! И у нас, ну, пожалуй, последнее получается блюдо, каких-то десертов особых нет, но зато есть, ха-ха-ха-ха-ха-ха, ребята, это поке с фруктами, фруктовый поке. Сколько он стоит? 297 рублей, 330 грамм, сладкий, там и рис еще есть, нифига себе, сладкий рис, жасмин, жасмин, басмать, везде все разное, отваренный в кокосовом молоке, нифига себе, клубничным кулей и кокосовым соусом. Риса я не наблюдаю, но, может, там и есть рис. Кокосовый соус, он уже влит здесь, иди сюда, посмотрим. 330 граммов, блин, опять все хорошо, чего я, чего я жду от доставки, варламов есть. Под конец надеялся найти что-то. Вау! Тут что-то какой-то слипшийся рис, честно говоря. Бананчик, причем это, слушай, это, по-моему, мини, да, это мини-банан нарезанный, представляешь? То есть, это не большой банан дешманский, это вот бананы мини, порезанные тоненько. Кокос, что это? Это вообще на манго похоже. Да что туда входит-то? Клубничные кули, сезонные фрукты. А, ну сезонный фрукт, то есть непонятно, что туда войдет, но это похоже на манго. И всегда сезонный виноград. Вот смотри, классно называть сезонным и не париться, да, то есть, что сейчас вот актуально, то и добавить. Зимой тут хурма будет, скорее всего. Будем ждать. Я хочу попробовать сначала рис, который, ну, явно в соусе, то есть, он не то, чтобы слипшийся, просто соус какой-то добавлю в него, как написано, кокосовый. Ну, блин, опять пинакола, да? Вкусный рис, кстати, удивительно. Офигеть. Манго. Реально, вот, реально здесь кусочки манго. Вот то, что у меня было под вопросом. Причем, манго не вот этот, морковка, а не, не египетский. Вот самый офигенный для меня египетский манго. Не знаю, кто за мной в инстаграме смотрит, мои сторис, знает, как я тут недавно наткнулся где-то в торговом центре, там недорого продавали нарезанные прям кусочки египетского манго. И я его обожаю. Не знаю, самый офигенный, самый сладкий, самый прям классный манго, который есть. Тайский, вьетнамский, все это тоже клевые манго, сладкие. Здесь вот, судя по всему, они, скорее всего, ну, хоть типа вьетнамского, наверное. Такие желтые, желтые, знаешь. Но все-таки египетский топчик, конечно. Скажем так, если бы это был просто нарезанные фрукты, ну, типа фруктовая тарелка, это было бы как-то, ну, типа по-обычному. А то, что здесь рис, на первый взгляд кажется, да странное решение, какого хрен тут делает рис. Но вот, но все же мы любим рисовую кашку, молочную, сладенькую. Лично я люблю. Конечно, это не, это не овсянка, овсянка, она топчик, она силы заряжает. Это, конечно, каша такая, типа вошла и в пузо, в пузе отлегла. Но, тем не менее, тем не менее, вот это вот в таком стиле, то есть, такая типа, не каша, но как бы десертный рис, десертный рис с кучей нарезанных фруктов. Киви, ананас, опять вопросик ананаса, да что такое там? Это свежий ананас, стопудово. Ну, вот. Ну, в общем, тоже достойно. Конечно, стоит безумных денег. Я, наверное, фруктов бы поел бы и так, то есть, я могу выбрать, что поесть. Я хочу, например, манго, я куплю себе целый манго и съему, мне не надо мешать. Потому что киви, например, не особо люблю. Бананы, это вообще ширпотреб, яблоки тоже самое, виноград тоже самое, и как бы просто рис. То есть, за это блюдо я платить не стал, при всем при том, что это довольно вкусно. Вот. В общем, вот такие вот дела, ребята. Я, я очень рад, вот честно, я когда начинал этот обзор, я, я всегда переживаю, когда я делаю обзор на людей, ну, как бы, немножко из своей сферы, да, потому что есть вероятность, что придется там сильно что-то где-то критиковать, и мне, конечно, немножко коробит, потому что я знаю, что там, ну, Варламова я уважаю, так, между нами, да, я к нему хорошо отношусь, мне очень интересны его выпуски, шикарные там темы с поездками у него, со всякими там вот, с архитектурными историями, мне очень нравится, короче. Я его не читал в Live Journal, но я его смотрю на YouTube. Не все, но периодически что-то смотрю. То есть мне человек импонирует, и как бы говорить, вот, эээ, там, ты что-то не доделал, мне было, мне бы, было бы неприятно, что ли, я бы, конечно, сказал бы все равно, но спасибо большое доставке Варламов есть, что мне не пришлось даже, как бы, немножко себя коробить, чтобы говорить какие-то недостатки. Они были, конечно, они были, кое-какие мы обсуждали, я даже сейчас и не вспомню, ну, то, что ребра с салатом вместе, их не подогреть, ну, типа такого, суп дал, который обыкновенный, да и все, а, ну и свинина, свинина, стейк из свинины, мне кажется, вообще нафиг изменю, зачем он там нужен, это ни о чем, то есть по сравнению с остальными яркостями, это ни о чем, и фалафель, вот, и все, а остальное все вкусно, ярко, необычно, нестандартно, все, ребята, выставим баллы, у нас новая, кстати, критериальная оценка, я сократил все критерии, раньше их было что-то 20, сейчас я оставил штук 7, и причем ввел самый важный критерий, который я считаю, да, и он должен был быть в конце, это критерий, лайк, это мой личный лайк, остальное все это объективность, и немножко субъективности я хочу внести, это мой личный лайк, то бишь, который будет означать, хотел бы я заказать в этом месте еще раз, и поесть этой еды, то есть вот такой вот, это компенсация, может быть там за время доставки, за какие-то косяки мелкие, которые не имеют отношения к общим ощущениям о компании, доставляющей еду, вот, и первый у нас, кто попадает под новую систему оценок, это, у Варламов есть вот такие вот обстоятельства, хотя под эти оценки, естественно, мы уже переделали все предыдущие наши обзоры, и она стала, я вам скажу, более справедливой, вот такие вот дела, выставляем оценки Варламу, вот они новые критерии, ребята, пожалуйста, знакомьтесь, теперь оценка будет проходить именно так, как будет дальше, я не знаю, может опять что-то со временем поменяем, итак, цена, я поставил 4, несмотря на то, что у меня есть вопросы к Илье Варламову, который анонсировал, что это очень бюджетно, что это максимально бюджетно, за то качество, которое мы привозим, пожалуй, я не соглашусь, что это очень бюджетно, хотя меня очень впечатлили супы, конечно, но все-таки, все-таки, учитывая, что основу практически всех блюд составляют дешевые углеводы наподобие риса, причем рис, я вам скажу, не самый дорогой, вот у меня тут стоит басмати, настоящий индийский, я не полезу доставать, там он дороже, но там прям рис такой, блин, люкс рис, большие крупные зерна, вот, кинуа, да, то есть, ну, довольно дешевые углеводы составляют, ну, половина блюда точно, да, нельзя сказать, что мало тунца, нельзя сказать, что мало курицы, нельзя сказать, что мало каких-то необычных ингредиентов, они тоже есть, однозначно, все, ну, хорошо в этом плане, но сказать, что это дешево, я не могу, сказать, что это дорого и очень не соответствует, я тоже не могу, именно поэтому я ставлю 4 балла, это весьма справедливо, я считаю, вкус и качество не вызывает никаких вопросов, ребята, за редким исключением по каким-то блюдам, может быть, связано с моей вкусовщиной, за исключением, пожалуй, свинины, остальное вкусовщина, то есть даже фалафель, наверное, любители фалафеля, вегетарианцы, веганы, или веганы не едят фалафель, я не разбираюсь, конечно, они, они, оценят, просто я человек простой, майонезный, вот такое, но свинина точно нет, жареная свинина, и так ребра мне относятся, ребра охренительные, просто, я ставлю пятерку, соответствие заявленному, мне кажется, тоже абсолютно заслужит пятерки, и внешне это выглядит классно, так же, как у них в меню, и все, в общем, короче, кайфово, за сервис я ставлю два, но, опять-таки, я понимаю, что сейчас варламов есть, только начинаются, прошло там, три недели с момента их публикации, анонса, да, я понимаю, что будет развиваться, то есть это три, ну, скажем так, ой, точнее, я поставил двойку, она скорее связана с тем, что они только начали, потому что Илья озвучил в своем ролике, что будет и меню расширяться, и там, и ребра будут разные варианты, и прочее, и прочее, это будет довольно интересно, это начало, хорошее, клево положенное начало, интересные и вкусные истории, я обязательно буду следить за тем, что это будет происходить, с меня, под любым роликом варламова, с какими-то новинками по своему бизнесу, там, определенно буду ставить лайк, может быть, репостить, и так далее, потому что мне понравилось, то, что он сделал, по факту, мне это понравилось, за скорость я поставил 3, но опять-таки, да, учитывая, что у нас был предзаказ, и на час дня привезли, в час 30, ну, наверное, справедливо поставить 3, потому что, ну, это 3, яндекс. еде, да, за доставку, скорее всего, хотя, возможно, и варламов, но мне пришла смска, в яндекс. еде, что они начали готовить, где-то без 15 час, без 15 час начали готовить, мой заказ, соответственно, ну, очевидно, за 15 минут приготовить, и привезти с их места, до Китая города, наверное, не получится, вот, но тогда не надо заявляться на час, начинайте с часа 30, тогда вы спокойно за, с 12 вы начинаете там готовить, я не знаю, успеете в любую точку Москвы довести. Температура, ну, слушай, я не знаю, я поставил 4 балла, мы температуру проверить не могли, Дима исключительно рукой потрогал, говорит, ну, вроде тепло было, и по большому, и по большому счету, к этим блюдам нет каких-то особых таких пожеланий, чтобы они были очень горячие, это даже и супов касается, ну, то есть суп должен быть, наверное, все-таки теплый, но практически все блюда, вот основного меню, они, ну, такие, то есть и теплые они зайдут, они даже и холодные заходят, ну, то есть, какую-то универсальность есть в этом, вот, поэтому я поставлю 4, учитывая, что мы это делали в полевых условиях, ну, и лайк, тот самый критерий, который говорит о том, хотел бы я посоветовать вам, хотел бы я оставить эту доставку для себя, заказал бы я сам себе, что-то отсюда поесть, безусловно, да, мне этот формат понравился, я с удовольствием бы поел что-то из этого еще, и мне кажется, многие, кто заказывали, со мной согласятся, я думаю, что уже многие заказывали в этой доставке, согласятся с тем, что хочется еще раз что-то попробовать, поэкспериментировать, но вот ребра я однозначно бы заказал, прям без базара, и практически все поки, которые мы пробовали, мне тоже понравились, все ребята, спасибо, что посмотрели, спасибо, что были на канале, Варламову респект, Илья молодец, Илья красавчик, продолжайте делать вот это вкусное дело, это нужно, это нужно, расширяйтесь, и обязательно начните расширение в сторону Южного и Северного Тушина, окей, я лично жду, все, спасибо за просмотр, вам всем респект, пока, до скорых встреч, блин, ребрышки, чувак, хорошо, что они рядом, а, а ты, кстати, попробовал ребра, нет? Нет. Лошара, блин, ребра вкусные, очень вкусно сделано, домашний барбекю хороший, я дома готовил барбекю, у меня чуть хуже получалось, мы опять сделать, что они, как бы, мы встречаем,